Россия снова удивила мировое сообщество. На этот раз на пару с Китаем. Страны-союзницы начали работать по программе «Морское взаимодействие-2015», в рамках которой проходят военно-морские учения в Средиземном море. Заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов. Задача учения – отработка совместных действий по охране безопасности судоходства в Мировом океане. Цель учения – углубление практического взаимодействия между двумя странами в вопросах противодействия угрозам морской безопасности. На учениях будут отработанная оборона, дозаправка в море, конвоирование судов, совместные действия по гарантии безопасности водного транспорта, а также пройдут тренировки с применением оружия. Неудивительно, что несмотря на то, что учения анонсировались еще в 2014 году, они все-таки стали неожиданностью для наших иностранных партнеров. Лос-Анджелес Таймс. Ни у России, ни у Китая нет ни дюйма Средиземноморского побережья, и это делает их идею провести первые совместные флотские учения именно в Средиземном море неожиданной и даже провокационной. Действительно, где Средиземное море, а где Китай с Россией? Географическое положение перестает иметь значение, когда член НАТО Турция с радостью предоставляет возможность проведения учений на своей территории. Бывший начальник управления по вопросам международной безопасности кинштаба ВС Турции отставной бегадный генерал Халдун Салмастюрк. Известно, что учения являются неотъемлемой частью военной подготовки. Прежде чем осуждать военные учения, нужно послушать тех, кто их проводит. А они говорят, что учения проводятся не против какой-либо третьей стороны и не связаны с политической ситуацией в регионе. Так что для тандема Россия-Китай, кажется, уже нет ничего невозможного. The Washington Times. Россия поигрывает мускулами на Украине и в восточной части Средиземного моря одновременно. Эта демонстрация силы явно адресована США и НАТО. Что же на самом деле значат совместные учения в Средиземном море для России и Китая? В прошлом году Россия сделала мощный экономический и политический разворот на восток. И сегодня наш курс на Азию только набирает обороты. Мы строим газопровод «Сила Сибири», осуществляем долгосрочные поставки газа в Китай, экспортируем истребители Су-35 и другие виды высокотехнологичных вооружений. А теперь Путин и Си Цзиньпин расширили свое влияние вплоть до Австралии. И, кстати, в обход Транстихоокеанского партнерства. Вместе Россия и Китай демонстрируют восточный тип взаимодействия, умение договариваться так, чтобы выгоду получили все. Через решение вопросов дипломатической, политической и экономической безопасности Россия отстаивает свои интересы и просчитывает глобальную повестку на несколько десятилетий вперед. Так что совместные военно-морские учения России и Китая – лишь малая часть наших партнерских отношений. И то, что они проходят не где-нибудь, а на территории НАТО, значит, что даже Североатлантический Альянс больше не помешает нам отстаивать свои интересы там, где это необходимо.